Возбужденный этими интересными статистическими работами и указаниями, вопрос много раз обсуждался с богословской, как и с философской стороны, в интересе оправдания человеческой свободы воли. В первом отношении можно указать на аполлокетическую статью, в последнем отношении можно указать на сочинение дробиша. Не нужно понимать, напоминать, напоминает это богословское рассуждение, смешивать свободы с беззаконием. В случае с произволом, что было бы атомистическим и индивидуалистическим воспроизведением пилогианского воззрения, которое отрешает человека от его исторических соотношений. Эти исторические соотношения содержат в себе поводы, но не представляют собой принудительной необходимости. Отношения определяют отдельное лицо, и последние позволяют определять себя. Те, которые не позволяют себя определять ими, но вопреки препятствий, заключающихся во внешних обстоятельствах дороговизне и тому подобное, например, вступают все-таки в брак, поэтому отнюдь не свободнее. Следовательно, статистически указываемая зависимость, больше или меньше повторяемости известных человеческих действий от внешних причин, не есть еще доказательства в пользу несвободы этих действий. Такие влияния на свободное самоопределение имеют место повсюду. Через то, что нечто есть результат разумного размышления, оно не перестает быть актом свободы. Во внешних отношениях их воздействий совершается равным образом божественное мироправление. В правомерности проявляется божественная причинность, тайная воля Бога. Конечно, вопрос становится труднее при нравственно-сомнительных действиях. Но то, что здесь статистика называет ближайшей причиной, обыкновенно состоит из весьма многого – возраст, пол и так далее, отнюдь не составляет причин в собственном смысле этого слова. Сами эти причины неуловимы для статистики. Влияние этих причин по своей силе различно, смотря по возрасту и так далее. Но это не уничтожает свободы. Ведь и нравственное состояние субъекта решающего дела само есть продукт нравственных решений. В своем же внешнем действии человек сообразуется состоянием отношений и сил, которое разнообразно определяет внешний характер его действия. Бог, правда, предоставил человеку свободу быть даже безбожным, но не для того, чтобы водворять хаос произвола, так как он создает порядок, правильность, законосообразность даже и в процессе греховного развития. Рука Божия направляет нити так, что и в ткани греха просвечивает закон соблюдения, которого сохраняет свое царственное значение также и в человеческом произволе и грехе. Цифры статистики в своей правильности суют только лучи, из которых просвечивает факт таинственной мироуправляющей воли Божией с ее законосообразностью. Дробиш также указывает на то, что нужно различать между человеческой относительной небезусловной свободой воли и произволом, и что не бывает хотения без известного побуждения. Он только сильнее указывает на определяемость решения части личным примером, части внешними обстоятельствами, так что отдельная сила воли является как необходимый результат этих различных факторов. Этим возможность произвола отрицается, по нашему мнению, сильнее, чем можно допустить это. Форлендер весьма удачно указывает на то, что не без логических скачков может заключать от внешних эмпирических фактов к негативным последствиям для вопроса о внутренней свободе воли и равным образом выдвигает на вид естественные границы в определениях воли. Карьер показывает на некоторых примерах из крестьянской жизни, как легко из известных фактов, случайных социальных причин, которых не знает статистик, делает принципиально ложные выводы и указывает на факт нравственного сознания. Отсюда он справедливо отвергает известное положение Бокли в его истории цивилизации Англии, которое можно привести здесь для того, чтобы показать, как сторонники этого воззрения смотрят на вещи при определенном состоянии общества и известное число людей должны сами поканчивать со своей жизнью. Это всеобщий закон. Частный вопрос, кто именно должен совершить это преступление, естественно, зависит от особых законов, которые, однако же, в своей совокупности должны находиться в зависимости от этого всеобщего закона. И сила всеобщего закона настолько непреодолима, что ни любовь к жизни, ни страх загробного мира не в состоянии оказать ни малейшего влияния на задержку этого преступления. Справедливая карьера отрицает первое из этих положений, говоря, что принудительные законы здесь совершенно нет. Весьма богатый и важный материал дает профессор Эппинген в Берпте, в первой части своей специальной этики. Там он приводит много фактов и показывает, с одной стороны, что не существует свобода беспричинного самоопределения, но что духовная жизнь существенно определяется тем, что отдельная личность и в своем действии всегда оказывается в связи с целым обществом. Так что происходит постоянное взаимодействие между отдельной личностью и коллективной личностью, вследствие чего нравственный мир не менее движется по божественным законам, как и мир физический. У меня нет другой цели, как показать, что существуют божественные законы и принципы жизни в нравственном мире, где столь многие другие не хотят находить ничего, кроме беспорядочного хаоса. Но, с другой стороны, эта законосообразность соответствует сущности этого нравственного мира без ущерба для свободы, что, следовательно, из просто фактической правильности нельзя прямо заключать о естественной необходимости и безусловной зависимости, что последовательность и одновременность нельзя смешивать с причинной связью и нельзя отсюда создавать естественных законов. Одним словом, что законосообразность и свобода не составляет противоречия между собой и взаимно обусловливает друг друга. Почему нравственная статистика преимущественно занимается преступлениями гораздо меньше или даже совсем не занимается добрыми делами? Почему? Достаточно этого одного соображения, чтобы доказать случайность построяемых на ней выводов. Лютарды Субстанциальность душевного начала Самоочевидность истины бытия души Истина бытия, особого самостоятельного начала, лежащего в основе явлений внутренней жизни человека, иначе бытия душевной субстанции, относится к разряду небольшого количества необходимых истин, которые, будучи ясно и отчетливо понятны, становятся очевидными и несомненными без всяких доказательств. Они не требуют доказательств, а потому нисколько не теряют свои силы от того, что их нельзя доказывать. Такова истина бытия внешних предметов самой материи, математические аксиомы и тому подобное. Сомнение в истине бытия души, как субстанции, как особого существа, равное всех необходимых истинах, зависит потому не от недостатка доказательств, а просто от неясного представления самой истины, от неумения или нежелания сознать самоочевидность и несомненность. Средство здравого смысла к сознанию очевидности этой истины. Есть два главных пути или средства довести ум до ясного представления истины бытия души и с тем вместе сознание ее очевидности необходимости. Одним из них так называемый здравый смысл, путь которым всегда шло и идет обыкновенное человеческое мышление, притом с полным успехом, так это видно из всеобщности представления души особенным существом и подавляющего большинства людей всех времен, наций и состояний. Путь этот открывается непосредственным сознанием каждым человеком присутствия в себе силы мыслящей, волнующейся, желающей, приводящей в движение тело, а через него и внешние предметы. Сознанием себя, неделимым центром этой силы. Это простое непосредственное самооткрытие души самой себя. Обыкновенно оно называется техническим термином свидетельство сознания, то есть обытии души как особого существа. Это свидетельство для простого ума, не анализирующего явления своего сознания и не привыкшего к тонкостям исследования, очень убедительно, неотразимо, и из него у всякого возникает сама собой и даже без постороннего влияния должна возникнуть идея души как особого существа. К свидетельству сознания у всякого мыслящего человека присоединяется наблюдение прямо данного и необходимо бросающегося в глаза факта внутренней жизни, называемого технически единством или торжеством личности. Факт этот состоит в том, что при изменении организма до неузнаваемости, при изменении всей внешней обстановки и тому подобное, человек все-таки сознает и признает себя в здоровом состоянии, одним и тем же существом, тем же, что и прежде. Так юноша, ставший мужем, муж стариком, полной силы жизни, дряхлом, умирающим, признает себя в сущности, не изменившимся тем же. Человек изуродованный, лишившийся рук и ног, глаз и тому подобное, сознает себя неизменившимся от этого внутренно в своем существе. Человек, у которого изменились знания, верования, убеждения и прочее, сознает себя все-таки в сущности неизменившимся. Это наблюдение для простого сознания очень убедительное и ясно до очевидности показывает человеку, что при изменении одной части его, внутри его всегда остается неизменное, всегда себе равное какая-то другая часть, другое существо, отличное от его тела. К свидетельству сознания и наблюдения торжества личности обыкновенно присоединяются менее постоянные, но не менее убедительные опять для простого сознания факты видения во сне почти каждым человеком, людей умерших, видения многими призраков людей умерших, знакомых и нередко вовсе незнакомых и неизвестных. Пусть это будут простые обманы чувств нормальных, иллюзии или продукт болезненного расстройства их, галлюцинации. Наконец, самое сновидение каждым испытываемое, в которых душа является действующей, переменяющей место и тому подобное, при полной неподвижности тела, видящей без глаз, слышащей без ушей, говорящей без помощи языка и тому подобное, соединяясь вместе, проясняя и подкрепляя друг друга. Все эти свидетельства, наблюдения и явления совершенно понятным для всякого образом создают в простом, незнакомом с философией и наукой человеке непоколебимую стихийную, так сказать, уверенность в бытии души, ясное, спокойное, ничем не смущаемое созерцание этой истины во всей ее очевидности и необходимости, стоящей выше всякого сомнения и доказательств. Недостаточность их для анализирующего ума, описанные средства здравого смысла на пути к сознанию очевидности, необходимости истины, субстанционального бытия души, послужили материалом для системы схоластических доказательств бытия души, которые дополнены в недавнее время соображениями относительно невозможности произвести мысль из деятельного мозга и материи. Но неотразимые при известных субъективных условиях, именно при условиях непосредственности, простоты, непритязательности, ума, они теряют всю свою силу и значение в другой обстановке, в других формах, при других условиях, именно при условиях восприятия их умом анализирующим, оценивающим доказательства и дающим себе отчет, а тем более умом скептическим, становятся второстепенными, имеющими смысл в связи с другими, более сильными средствами убеждения, и, следовательно, не имеют абсолютной доказательной силы. Этой участи не избегает и новое, добавочное к схоластическим доказательству, опирающееся главным образом на невозможности представить переход материального движения в мысль и сознание, и оно оказывается вовсе неубедительным, особенно для материалиста. Дело в том, что свидетельство сознания может быть заподозрено, потому что непосредственно сознание очень часто и даже грубо обманывает нас. Непосредственное сознание говорит нам, что Солнце движется около Земли, а в действительности как раз наоборот. Сознание может говорить глупому человеку, что он непризнанный гений, лишенному фантазии, что он поэт и тому подобное. Таким образом, свежесть, яркость и сила очевидности свидетельства души о себе самой для ума простого неизбежно бледнеет и теряет силу под влиянием ума развитого научно. Очевидность и необходимость истины исчезает и может быть восстановлена на той же основе только путем сложных приспособлений и отвлечений. Путь отвлечена философской мысли к убеждению в реальности особого душевного начала. Этим путем в той или другой форме шли к непоколебимой уверенности в реальности особого начала душевного Платон, основатель господствующего в Европе и вообще в цивилизованном мире индивидуализма очищенного и подтвержденного христианством. Декарт отец новой философии опирающийся на противоположности духа и материи освободивший учения о духе от религиозных примесей. Кант провозгласивший истину бытия души неотразимым требованием разума его постулатом и множество других мыслителей всех времен и народов. Благодаря испытываемой при этом необходимости признавать особую субстанцию в основе душевной жизни, отличную от материи и ей противоположную, убеждение в этом является таким господствующим и между людьми образованными. Невозможность с точки зрения идеализма доказать реальность внешнего мира. Всякому знакомому с философией известно, что доказать бытие внешнего мира, то есть существование вне нашей мысли самых привычных нам предметов мира физического и даже собственного тела невозможно. Все мы знаем о свойствах так называемых материальных предметов. Это наше ощущение, то есть состояние внутреннее состояние сознания. Самое чувство их внешности, нахождение их вне нас, есть тоже внутреннее состояние и при этом очень сложное. Целый предмет есть связка ощущений, идея. Целые классы существ, предметов и явлений, суть нашей идеи о них. Их отношение для нас существует только как отношение наших идей, ряды, группы этих идей. Так называемые законы природы, наше отвлечение и обобщение собственных же состояний, ощущений, идей. Словом, всякая попытка найти внешний мир приводит с этой точки зрения к ясному убеждению, что мы не знаем ничего, кроме своих состояний, идей. Весь мир внешний есть система наших идей и только. За вычетом их остается какая-то таинственная, неведомая, никак недоступная уму сила, как причина всех этих состояний. Но и эта сила опять-таки есть состояние нашего духа, наша мысль, идея и ее бытие вне нас ничем не оправдывается и не может быть доказано. Все усилия в этом направлении досели не привеление к всему решительно. Постоянное сосредоточение мыслей на этом процессе, анализа внешнего мира, постоянные усилия ума, как бы выйти из себя, могут довести человека до того, что он искренне убедится в том, что вне его нет ничего, что мир внешний есть создание его духа, есть призрак, сцепление образов внутренних. Реально, действительно, существует одна мысль и дух мыслящий, материя и материальная оказываются имеющими только призрачное бытие. Человеку, незнакомый с философским мышлением и с историей умственной жизни человечества, все это может показаться метафизическим фокусом и курьезом, но это вовсе не фокус и не праздная игра отвлечения, это необходимость нашей мысли, выражение ее ограниченности и относительности. В полной необходимости вывода этого процесса и в действительной невозможности доказать реальность внешнего путем ему заключения фактов, может всякий сам убедиться собственным опытом. Человек, пытаясь понять внешний мир как реальность, независимая от него, вывести его бытие и доказать по законам мысли, находит очевидно существующими для него только свои идеи и дух, их испытывающие и производящие. И чем напряженнее старается он разрешить эту задачу, тем дальше уходят от него материальные и материи, разрешаясь в процессы духа, не имеющие объективной реальности, разрешаются в призрак, в процесс субъективный. Все это построение называется идеализмом. Но освобождаясь от этой высшей степени естественно-челософской грезы, человек встречается с действительностью, внешний мир вторгается насильственно, даже болезненно со всех сторон ему нуждается с неотразимой силой признать свое бытие, а с тем вместе и бытие своей основы. Не имея возможности доказать, что существует что-нибудь реальное вне его мысли, человек однако же сознает полную невозможность сомневаться в этом. Истина бытия внешнего мира и его начала материи инертного, сопротивляющегося, делимого, движущегося и открывающегося в бесчисленных формах, постепенно меняющегося, истина эта является его уму необходимую, неизбежную и потому очевидную и не требующую доказательство. Аналогичность материалистических умозрений с идеалистическими при диаметрально противоположном направлении сосредоточения внимания на внешнем материальном мире и веществе преимущественное занятие исследованием явлений внешнего мира и вещества увеличивая все более и более очевидность реальности могут привести ум к другой диаметрально противоположной крайности так называемому материализму. Так было в Греции до Сократа и Платона у таких мыслителей как Фалес Анаксимен Гераклит Емпидокл Демокрит или же эта крайность является как реакция к крайнему увлечению идеализму когда мыслящий человек начинает относиться с некоторым презрением к тому что он понял уже как крайность и мало помалу забывает то что было истинного и необходимого в этой крайности умысленно избегает той точки зрения которая дала повод к развитию отрицания материи с тем вместе он забывает то яркое отчетливое сознание реальности мыслящего духа какое неизбежно возникает при этом или даже вовсе не испытывает этого сознания потому что почти забывает о духовном перестает сосредотачиваться на своем внутреннем мире таковы условия явления и развития современного материализма который прямо вышел из гегелианства когда при таких условиях ставится вопрос о явлениях душевных или духовных и их последней причине он сразу превращается в вопрос об их реальности то есть ум по отношению к душевному и душе становится на ту точку зрения на какую при других условиях он становится к миру материальному и материи он сомневается в реальном их бытии и с неотразимой логикой приходит тоже к выводу что доказать бытие их никак нельзя разница только в том что здесь исходным пунктом бывает чистое предположение реального бытия всего материального вера в него тогда как в идеализме исходным пунктом является наблюдение следовательно факт опыта начинается ряд умозрений очевидно аналогичных с умозрениями приводящими к отрицанию материального мира только в направлении диаметрально противоположном явление душевное существует в связи с физическими и осуществляется очевидно только в материи и через материю мы вообразить их не можем без материальной основы без организма и нервной системы они по-видимому материальны и производятся силами материи как причинами материализм метафизическая греза подобно крайнему идеализму приходящему к отрицанию материи и материальных явлений признающему их призраком и продуктом деятельности духа его антипод материализм может распространяться и распространяется эпидемически увлекая массу мыслящих людей которые не умеют и не хотят встать на другую точку зрения только не было в истории народа который бы положил эту односторонность в основу своего миросозерцания своей жизни такого народа и не будет никогда вероятно потому что в момент всеобщего утверждения материалистического миросозерцания неизбежно будет началом падения и гибели разложения общества факт этот весьма знаменателен он может служить доказательством что материализм не допускает проверки опытом жизни тогда как идеализм заключающий в себе большую долю истинного может осуществляться в жизни настолько конечно насколько в нем истины во всяком случае и материализм как и крайний идеализм как метафизическая греза чистое отвлечение и опять когда человек пробуждается от этой грезы спускается из области отвлечения которое в том и другом случае так стройно и увлекательно в действительную жизнь он видит ясно что его чувства страдания и наслаждения никак не призраки что он страдает реальнейшим образом что его идеи мысли каждая отдельно и целом несомненно существует приводит к движению его тела как сила живая составляет содержание и сущность его жизни что человеческая мысль есть сила необъятного могущества превращает материю и повелевает ею что она воплощается даже вовне и живет века тысячелетия и тому подобное словом человек прямо непосредственно воспринимает душевное как реальное сознает себя личностью особым отличным от тела существом особой силой которая тщетно пытается разложить себя в ряд призраков потому что в самом этом процессе саморазложения так сказать и самоуничтожение действующей является она же сама отождествить свою личность телом он никак не может и вынуждается признавать ее особым существом бытие которого также очевидно для него как и бытие материи выводы изумозрений крайнего идеализма и материализма требования признания духа и материи в силу одинаковости оснований утверждения и отрицания их имея перед собой два противоположные процесса мысли лежащие в основе двух миросозерцаний два процесса одинаково возможные и постоянно возникающие одинаково законные и правильные логически в своих конечных результатах мы можем и должны сравнить эти процессы и выводы из них потому что в них дана вся совокупность того что ум может сделать в своих усилиях понять их независимое от него бытие очевидно здесь получается два положения одинакового достоинства и одинаковой силы одинаково необходимые при известных условиях при известной точке зрения а бытие самостоятельное материального и материи не может быть доказано материи потому нет или по крайней мере она может быть мыслима как нечто не существующее само по себе как продукт деятельности духа б бытие самостоятельного духовного не может быть доказано души нет или по крайней мере ее можно мыслить как не существующую в себе как продукт деятельности материи В то же время обытие начала окажутся при непосредственном восприятии в их проявлениях, очевидно существующими Вывод отсюда как нельзя более прост Как в самых простых математических операциях Это или нет ни духа, ни материи Так как они оба могут быть отрицаемы Или они оба существуют, но не могут быть сведены одно на другое, как противоположное по своим свойствам Но недоступны и уму в своем абсолютном бытии В силу ограниченности этого ума Первый вывод представляет очевидный абсурд Он равен положению, все есть ничто или ничего собственно нет Были люди, которые останавливались на этом выводе И признавали необходимость сомнения во всем Но их очень немного И они не оставили никакого почти следа в умственной жизни человечества Много, что они способствовали разъяснению понятия ограниченности ума человеческого Остается последний вывод, как вполне необходимый и очевидный Дух и материя Два отдельные самостоятельные начала Оба, несомненно, существуют Но оба непостижимы в своей сущности для человеческого ума Применяясь к существующему направлению умственной деятельности Сосредоточенной на исследовании вещества Вследствие чего бытие начала материального признается как нечто вполне очевидное и несомненное Принимая также во внимание навык мысли Вообще принужденный более сосредотачивается на материальном и внешнем Чем на внутреннем и духовном И представляющий все материальное яснее Раздельнее И определеннее Можно очевидность бытия души или духа Как особенного начала выразить в такой формуле Если существуют материальные субстанции То необходимо нужно признать и бытие субстанции духовной При полной одинаковости условия образования идеи материи и духа При одинаковости основания утверждения и отрицания их бытия Признавая бытие одной Нужно признать бытие другой С такой же логической необходимостью С какой признавая что 2 плюс 2 4 Необходимо признать что и 4 равняется 2 плюс 2 Вывод это соображение Какими он постепенно добыт для науки о душе Имеет прежде всего тот очевидный практический результат Что дает ей право говорить о душевной субстанции С такой же определенностью и уверенностью С какой физической науке говорят о существе Конечно можно еще предположить что и дух и материя Суть проявления одного основного начала Но это предположение не имеет уже никакого фактического основания И должно быть потому прямо устранено Элементы принудительности в признании особой субстанции Основой душевных явлений Положение что основа душевных явлений Есть особое самостоятельное начало Отличное от основы физических явлений Особая субстанция Назовите ее душой, духом, психическим началом Все равно Заключает в себе элементы необходимости Оно с неотразимой силой навязывается Как неразвитому так и самому развитому философскому уму Хотя и различными путями Принуждает признавать свою истинность В последнем случае принуждение это вполне равно по своей силе Принуждению признавать особую основу физических явлений Субстанцией материальной Если все это действительно так То мы прежде всякого исследования Априори должны уже ожидать Что диаметрально Ему противоположное И исключающее его положение Основа душевных явлений То же что и физических Их материи Это положение не заключает в себе Принудительной силы для ума И не имеет никаких признаков необходимости Самая поверхностная критика его В самом деле убеждает В полной верности этого предположения И ожидания Едва ли нужно и говорить о том Что для неразвитого ума Это положение совершенно непонятно Выраженное же в форме отрицания Отрицание бытия особого Одушевляющего тела Начало Оно прямо покажется ему абсурдным Нелепостью Которая противоречит Самым очевидным для него фактам О каком-нибудь принуждении Сознание необходимости Отрицать бытие души Конечно при этом не может быть и речи Но никаких элементов необходимости Это положение Как в форме утвердительной Так и в отрицательной Не заключает в себе И для ума Самого развитого Привыкшего к отвлеченному мышлению Единственным основанием Считать душевное свойство И продуктом вещества Отрицая всякую другую основу Кроме материи Служит факт Что душевные явления Всегда наблюдаются В связи с физическими В зависимости от них Без них не существует Продолжение следует... Продолжение следует...